Сколько точно лет здесь, в болотах Анивского района, лежит истребитель, пока неизвестно. После войны на Сахалине было несколько авиационных истребительных полков, укомплектованных кинг-кобрами. Кинг-кобра или королевская кобра – это модифицированная модель знаменитой аэрокобры – американского самолета, который союзники передавали Советскому Союзу Пол-Инд-Лизу во время Второй мировой войны. Местные жители о самолете знали. Михаил Смонин еще ребенком часто прибегал сюда поиграть в летчиков. Недавно Михаил с товарищем снова наткнулись на обломки. Решили сообщить поисковикам. Мы его пару лет тоже не могли на него наткнуться, на этот самолет. Он то опустится, то поднимется как-то. А тут в этом году он мне говорит, ну давай заедем. Заехали мы сюда, нашли его сразу моментально. Кинг-кобры успели повоевать на Западном фронте. Здесь, на Дальнем Востоке, они штурмовали укрепление на острове Шумшу. Вооружение у него было отличное, 37-мм орудие. И два 12,7-мм пулемета. Также могли еще устанавливаться пулеметы и в крыльях. Поисковики считают, что самолет совершил вынужденную посадку. Об этом говорит малый разброс обломков. Да и сам истребитель больше пострадал уже после приземления. Активисты поискового движения намерены полностью извлечь машину из болотистой почвы и попробовать восстановить. Это не катастрофа, это авария. И, как я уже сказал, повторюсь, удивительно, что самолет достаточно хорошо сохранился, несмотря на то, что он сильно попорчен местными жителями, да, то есть фрагменты собирали на металл. Но, тем не менее, даже в таком состоянии он представляет такую ценность, как экспонат. Сейчас первоочередная задача поисковиков – найти серийный номер самолета. Тогда можно будет сделать запрос в архив Министерства обороны и узнать историю вынужденной посадки. А главное – выяснить судьбу летчика. Судя по всему, он остался жив. Евгений Коньков, Сергей Салихов. Телекомпания ОТВ.